Выставка прикладного детского творчества прошла в Краеведческом музее. Представленные там работы юных мастеров были посвящены Году экологии. Лучших авторов наградили во время торжественной церемонии. Живопись, роспись по дереву, вышивание, плетение, вязание, каких только искусств не встретишь на уже традиционной в Люберцах выставке-конкурсе «Возрождение». Здесь и венецианские маски, и модные хипстерские совы, и русская народная лукошка. Все экспонаты особенно ценные. От того, что делали их дети своими руками. Моя работа называется «Ниф-ниф на даче». Я ее вязала самостоятельно. Я люблю рисовать городец, потому что мне он понравился очень. Я, наверное, хочу стать или дизайнером, или модельером. В этом году в выставке приняли участие более 30 школ. 637 работ в различных направлениях и техниках были представлены в одном из залов Краеведческого музея. Организатором мероприятия выступил дворец детского и юношеского творчества. Всегда эта выставка приурочена к весенним каникулам, чтобы детки могли прийти и посмотреть, как с семьями. Причем приходили и смотрели целые семьи. Ну и классы, естественно. Кульминация культурного события – торжественное награждение участников. Более ста авторов лучших из лучших, по мнению жюри, наградили почетными грамотами во время торжественной церемонии. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.